Это программа «Тема дня». Уважаемые телезрители, здравствуйте! С вами Ирина Кузина. Сегодня мы пригласили в студию руководителя и основателя Центра подготовки ОГЭ и ЕГЭ Нину Баусову. Здравствуйте. Нина Вячеславовна, я рада вас приветствовать в нашей программе. И судя по названию вашей организации, сегодня мы будем говорить на такую острую тему, которая касается абсолютно каждой семьи. Как помочь своему ребенку удачно сдать единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Какую атмосферу мы можем создать для своего ребенка. Как найти репетитора для того, чтобы он все-таки довел нас до высокого результата. Я думаю, что те рекомендации, которые сегодня прозвучат от вас, мы ими обязательно воспользуемся. И я начну наш разговор с очень важного вопроса. Так все-таки, когда нужно начинать подготовку к этим важным испытаниям, которые предстоят в жизни каждого ребенка? Подготовку к ОГЭ, я считаю, достаточно начинать за год до экзамена. Потому что любой среднестатистический ученик, который учится в школе, он сдает этот экзамен достаточно успешно. И года будет достаточно по любому предмету. Есть, конечно, такие специфические предметы, как английский язык. Если недостаточно словарного запаса, то этот год его хватит. Но придется потрудиться, трудиться, еще раз трудиться. Что касается ЕГЭ, тут все гораздо сложнее. Я считаю, что нужно начинать подготовку с девятого класса. Вот когда идет ребенок сдавать экзамен ОГЭ, он выбирает примерно, приблизительно те предметы, которые он планирует сдавать в одиннадцатом классе. И таким образом впереди три года подготовки. И за это время достаточно хватит сил, эмоций для того, чтобы изучить новые какие-то для себя непройденные материалы. Да, этого будет достаточно. Тем более нагрузка будет распределена не на один год, а на три года. Ребенку будет гораздо легче. Как понять родителям, на каком уровне знания у ребенка? Может быть, его лучше протестировать и вообще к кому обратиться с этим вопросом? Родители могут самостоятельно провести такое тестирование. То есть с помощью любых интернет-ресурсов, на которых располагаются тесты экзаменационные ОГЭ и ЕГЭ. То есть распечатать, дать, проверить с помощью ответов. Если родители боятся ошибиться, можно обратиться практически в любой репетиторский центр, в том числе и в наш центр, центр подготовки ОГЭ и ЕГЭ. Мы не только проведем тестирование, а также дадим консультации и какие-то рекомендации родителям и ученику, что подтянуть, где пробелы или может быть все хорошо. Я с вами согласна, что лучше все-таки обратиться к специалистам, потому что родители не всегда знают ответы. А иногда в интернете бывают и фейки. Можно тоже наткнуться на недостоверную информацию, поэтому лучше сразу обратиться к преподавателям. Как вы считаете, какая сегодня должна быть квалификация у таких специалистов, которые дополнительно работают с ребенком? Должен быть опыт работы, опыт, подход. Это немаловажно, потому что даже если педагог с 20-летним стажем, высшей категории, а ребенок его не понимает, польза вот такого занятия не будет. Это будет потерянное время, к сожалению. Поэтому тут нужно найти, скажем так, своего педагога, которого ученик будет слышать, понимать и с которым будет комфортно работать. И чтобы был результат. Ну, конечно, педагог должен быть опытный, не студент. В Центре подготовки УГЭГ все преподаватели с высокой квалификацией. Большинство это учителя школ города Твери. Есть несколько педагогов, которые работают только у нас с большой нагрузкой. Но это бывшие учителя школ. То есть, когда преподаватель уже не первый год работает по своему предмету, он знает все тонкости, он знает, где надо, на что нужно обратить внимание, а где можно, допустим, пройти тему и потом вернуться уже при повторении. То есть, это очень тонкий момент с выбором педагога. Нужно найти своего. А как найти своего? Вот ты приходишь в Центр, и тебе представляют. Вот, например, Тамара Петровна, вы будете заниматься. А на каком этапе происходит понимание, что идем верной дорогой? И, может быть, нужно поменять специалиста? У вас такие ситуации были? У нас в Центре, да, были ситуации с педагогом буквально в этом году. Чем больше работает Центр, тем больше становится ситуацией, конечно же. В этом году у нас был педагог по математике второй. И, к сожалению, не сложилось наше сотрудничество, потому что педагог не смогла найти подход к детям. Впервые за наше существование появились отрицательные отзывы. Тут, наверное, моя немножечко вина в плане того, что я единственный педагог по математике. Я также веду занятия по математике. И ребята привыкают ко мне. Получается, я свои группы, большинство отдала другому педагогу, и немножко не сложилось. Пришлось расстаться, да. А по поводу вопроса, как понять и когда это происходит, если вопрос про понимание педагога, это на первом занятии видно. То есть, если вы пришли на первое занятие и ушли ни с чем, это не ваш, не ваш педагог. Сейчас у нас есть летние курсы, ситуация такая была недавно. И мальчик год отзанимался с репетитором индивидуально. У нас занятия групповые. И я его пригласила в группу на летние курсы. После первого занятия пришла мама и сказала, мы поняли, что год мы потеряли зря. После первого занятия. То есть, тут уже понятно. Очень приятно слышать такие слова. Спасибо большое родителям, на самом деле. От этого прям крылья вырастают и хочется работать. А скажите, сколько человек в одной группе занимается? Комфортно 6 человек. То есть, мы даем в объявлении, пишем, что 6 человек. Но бывают ситуации, когда приходит подружка или приходит сестра, и можно нам в эту группу. Такие большие группы у нас только по математике. Только у меня. Это, наверное, самый сложный предмет, к которому нужно тщательнее готовиться. Как физика, например, или еще какой-нибудь предмет. А так группы открываем от 2 до 6 человек. Вот 6 прям комфортно работать, потому что занятия проходят таким образом, что нужно успеть спросить каждого ученика и не по одному разу. То есть, это по любому предмету. По математике выходит к доске, если это не новая тема, закрепление материала. Каждый ребенок должен выйти к доске не менее двух раз, чтобы педагогу было понятно. Усвоилась тема или еще на ней задержаться. У нас нет строгой программы, как в школе, что тематическое планирование, два часа на определенную тему, мы можем вернуться. В этом наше преимущество. А как быть с тем учеником, который быстрее ушел, допустим, усвоил материал, ну, голова у него такая, по сравнению с другим мальчиком или девочкой, которым требуется больше времени? Как вы балансируете вот в этой группе, как преподаватель? Дополнительное задание. То есть, у каждого педагога есть определенный набор карточек дополнительных с собой. И если ученик справился с заданием, педагог проверил, дает дополнительно. А с тем, кто... Группы малочисленные, поэтому мы все успеваем. Не 30 человек, что нужно как в школе, что нужно подойти к каждому. Это занимает очень много времени. Здесь мы все успеваем. Если это экзамен УГЭ или ЕГЭ, экзамен состоит из двух частей. Первая часть и вторая часть. Если ребенок сделал всю первую часть правильно, педагог проверил, значит, ребенок приступает к выполнению второй части. У вас есть обратная связь с теми детьми, которые у вас занимались и успешно сдали экзамены? Да, конечно. Это обязательно, потому что мы должны понимать, на каком уровне мы работаем. Мы просим всех в конце мая. Я хожу по кабинетам и прошу. Ребята, пожалуйста, как только будут результаты, сообщите нам. А мы прерываемся на небольшую паузу. Время пройдет быстро. И через некоторое время мы снова вернемся в студию, в тему дня. Реклама прошла быстро. Мы снова в студии программы «Тема дня». С вами Ирина Кузина. И сегодня у нас в студии руководитель и основатель Центра подготовки ЕГЭ и ОГЭ Нина Вячеславовна Баусова. Мы продолжаем наш разговор про формулу удачную сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Она у вас существует или нет? Конечно, существует. Но это наш секрет. Приходите к нам, и мы вам все расскажем. А где вы, кстати, находитесь? Удобна ли транспортная доступность, как инфраструктура? Потому что дети, наверное, самостоятельно к вам добираются. Да, конечно. Большинство детей приезжает самостоятельно. Рядом с нашим центром есть остановка. Адрес бульвар Гусева 46. Несколько остановок есть. И плюс еще большой жилой массив и 49-я школа. Мы когда с вами обсуждаем тему дополнительной подготовки, у меня всегда возникает вопрос. Неужели действительно сегодня современная школа так устроена, что без дополнительных занятий никак не сдать ЕГЭ и не поступить в тот вуз, который хочется? Так ли это на самом деле или нет? Частично, да. Но давайте не будем забывать, что есть звездочки, которые... Мало, наверное, да? Мало, да, очень мало. Но они есть, которые могут это сделать без дополнительной подготовки. У ГЭЭЭ экзамены — это структура. То есть то, что учат в школе, это имеет место быть в экзамене, естественно, но есть дополнительно. То, чего нет в школьной программе. Очень буквально несколько лет назад обсуждалось экзамен ЕГЭ по биологии, в котором задание из первого курса. То есть это не школьная программа, где наши ученики должны взять эту информацию. Это должна быть либо самоподготовка, либо помощь репетиторов, помощь учителей, потому что по каждому предмету в школе все равно есть элективный курс, на котором ребята могут обратиться к своему школьному учителю, и они им помогут. То есть получается, что по тем темам, которые относятся к углубленному изучению той или иной науки, это уже не школа, а точно к специалисту, к репетитору, дополнительные занятия и так далее. Да. И вы понимаете, что нужно делать в этих случаях. Скажите, пожалуйста, а вот распорядок дня, каким он должен быть для того, чтобы ребенок усваивал материал в школе, чтобы он мог приехать на дополнительные занятия, чтобы у него были силы для того, чтобы не сильно уставать, чувствовать себя физически, умственно, комфортно. Скорее всего, после школы ребенок должен немножечко отдохнуть и уже ближе к вечеру идти на дополнительные занятия. И, соответственно, сон. Не телефоны, которые у нас в руках у детей после 11 горят в темноте. А сон, здоровый, хороший сон, отдых, он необходим. Полноценный. И за этим должны следить, безусловно, родители. Родители. Это тяжело, но это реально, это, возможно, это помощь ребенку. Сколько занятий в неделю должно быть? Оптимальное количество занятий у репетитора или в учебном центре два занятия в неделю. Плюс два занятия, это выполнение, там, дома, это выполнение домашнего задания, которое дают репетитор. Желательно, чтобы ребенок также еще закреплял материал с помощью интернет-ресурсов, про которые я сегодня уже говорила, потому что все это в открытом доступе. Открываем тот же сайт решу.г, решу.ег и себя проверяем. Ну, раз вы затронули эту тему, онлайн-занятия, насколько они эффективны? И ведь это все-таки достаточно такой модный вид и удобные занятия. Но мне так кажется, что это не так эффективно, как, например, работа с человеком, с преподавателем. Живой контакт не заменит ничего, конечно. Онлайн-занятия, они имеют место быть только для тех учеников, которые сами нацелены на результат. В прошлом году я занималась онлайн с мальчиком из Москвы, который сдал экзамен на 84 балла. Потерял баллы на легких заданиях, то есть просто потерял баллы, он решил. И вот там было видно, ребенок работает, спрашивает дополнительно, выполняет домашнюю работу самостоятельно. Вот для таких детей онлайн-занятия подходят. А есть другое ведь детей. И мне кажется, их, наверное, большинство. Которые списывают домашние работы, выдаются чужое за свое и так далее. Тут, конечно, это не только у меня. Я общалась с коллегами. Есть такое. Повсеместно. Да, к сожалению, тут родители думают, что они оказывают ребенку помощь. Ну, это естественно. Если я отдала ребенка к репетитору, я хочу получить результат. Я за что-то плачу деньги. А деньги плачу за результат. А учеба проходит вот таким вот образом. К сожалению, вот тут есть неприятные. В сторону вопроса. Предложений очень много. И на самом деле деньги-то берут немалые. Вот чем отличается, например, поиск специалиста в интернете на каких-то ресурсах от напрямую, вот если приехать к вам в центр. Вот по каким принципам выбрать этого специалиста? Мне вот все-таки очень хочется добраться до истины. И действительно ли дорого дополнительно ходить в подобные центры, как ваше? Ценовая категория разная. Если мы говорим про поиск репетитора самостоятельно, от 300 рублей до 1500 за час. Это цены в Твери. Это уже не московские цены. То есть до нас они дошли тоже, к сожалению. Почему такая разная ценовая категория? 300 рублей это студенты. Вот, да, то есть пример. Это студенты, которые набирают себе опыт, набирают учеников, и им нужно на чем-то учиться. Поэтому, соответственно, они не могут сделать высокую стоимость своего занятия. Я не говорю, что у студентов всегда плохо. Но своего рода это эксперимент над своим ребенком. Да, да. Который неизвестно к чему может привести. Так? Так. Правильно я вас понимаю. Ну, соответственно, педагоги, которые ценят свое время, у которых есть опыт работы в сфере преподавания, уже ценят и финансово себя, скажем так. У нас групповые занятия в центре, поэтому ценовая категория немножечко ниже. Сейчас, в этом году, абонемент на год со скидкой 30% от полной стоимости. Полная стоимость 3400 рублей в месяц за 8 занятий по часу. Также у нас действуют еще некоторые гибкие системы скидок, скажем так. Если два ребенка из одной семьи учатся, то есть мы идем навстречу. А если занятия по математике, так как для меня это святой предмет, в этом году я решила увеличить время занятий, мне не хватает. Мне как педагогу часто не хватает. И я как руководитель центра могу себе это позволить. В этом году у нас будет занятие по полтора часа. При этом сейчас скидка 50% на годовой абонемент. То есть можно подобрать для себя такой вариант, который будет комфортен финансово родителям. По какому номеру можно вам позвонить для того, чтобы уточнить, когда подъехать и переговорить? Как вы думаете, Нина Вячеславовна, что больше всего волнует детей перед сдачей? Что их больше всего пугает? Ситуация неуспеха, что они не сдадут экзамен. То есть дети, ученики колледжа, которые идут сдавать ЕГЭ, они намного спокойнее, потому что у них есть за спиной колледж, который они окончат, и у них будет образование. Учеников пугает, что они не сдадут. И, к сожалению, кроме поддержки родителей и поиска каких-то альтернативных вариантов, мы здесь ничего не сможем сделать. То есть ребенку нужно сказать, что это перед экзаменом, что это не конец жизни. Если закрывается одна дверь, открывается множество других. И предложить, то есть ребенок должен идти на экзамен, зная, что если он не справится, родители помогут, и дверь откроется. Что касается именно психологического состояния, то есть накручивать ни в коем случае в семье ребенка нельзя? Нельзя, знаете, я вот хотела бы обратиться еще к учителям школ. Очень много последних. Я очень уважаю коллег, очень уважаю, очень ценю их труд. И когда ребенок приходит и видно, что ребенок учится в школе, это наше также, мы радуемся этому, потому что есть чем работать, есть вот этот фундамент, и мы можем идти дальше, а не начинать с нуля. Обратиться с какой просьбой, что не нужно говорить детям, вы не сдадите экзамен. Знаете, вот в этом году, как никогда, я услышала от многих учеников, нам говорят, не выбирайте профильную математику, вы не сдадите. В школе происходит такое. К сожалению, не могу обойти этот момент. Это ребенок, звонят родители, звонят дети, нам в школе так сказали, что нам делать. Родители в истерике, дети, это все понятно. Это все понятно, если сказали, что ваш ребенок не сдаст экзамен, а без этого экзамена, без профильной математики, у нас выбор небольшой. Маленький. Поэтому нужно поддерживать. А почему же так говорят о том, что не сдадите? Значит, получается, уровень подготовки не такой высокий? Общеобразовательный класс. Если класс профильный, то есть у нас же есть школы с профильными классами, там, конечно, дела обстоят совершенно по-другому. И уровень подготовки другой, и дети другие. А общеобразовательный класс, он и есть. Общеобразовательный. А профильная математика — это углубленный предмет. Вот как мы с вами уже сегодня говорили, что там вторая часть экзамена достаточно сложная, которой нужно готовиться. Тогда давайте расскажем, профильная математика для каких профессий нужна. Потому что ведь есть ребята, которые, они, может быть, где-то не определились. Но мечта где-то витают. Вот, например, IT-технологии какие-то им кажутся интересными, направления, да? Но не понимают до конца все-таки, где, на каком предмете сделать акцент. Но они же еще маленькие. Здесь родители могут прийти на помощь, сесть рядышком, взять телефончик или компьютер, открыть сайты институтов, университетов, высших учебных заведений, в которые ребенок примерно планирует, допустим, IT-технологии, или, допустим, он сегодня сказал, что я хочу быть психологом, а завтра он сказал, что я хочу быть юристом. Открыть все. Открыть все и посмотреть, какие предметы нужно сдавать на определенную специальность. То есть был случай, ребенок говорит, я хочу быть юристом. Я говорю, отлично, нужно сдавать историю. Историю? То есть вы правы, дети действительно не знают, родители иногда не знают, что нужно сделать и как это. Просто открываете и смотрите примерное направление. Потому что профильная математика, вопрос был о чем? Сейчас врачи без профильной математики, и то не все. Психолог — это профильная математика. Юристы без профильной математики. Что? Артисты без профильной математики. Вот нам куда идти. Все остальное — это ветеринары, профильная математика. То есть очень много где требуется именно экзамен по профильной математике. И об этом нужно задуматься заранее. Это я поняла. Обязательно к вам прийти. А вот в основном какие еще направления выбирают для того, чтобы, например, поступить в Тверской ВУЗ? Какие профессии интересуют? Какая сейчас тенденция? Очень разная. Очень разная. Выбирают все. Выбирают все, всего понемножку. То есть сейчас же можно подавать документы не только на одну специальность, а на несколько. И, соответственно, ученики, получая результаты ЕГЭ, подают документы на несколько специальностей. И дальше смотрят. Либо они воплотили свою мечту в жизнь и поступили туда, куда они хотели. Либо что-то пошло не так, и они поступили туда, куда их взяли. Сейчас самое главное — получить высшее образование. А дальше жизнь расставит все на свои места. Правильно говорите. После того, как они позанимаются в Центре подготовки ОГЭ и ЕГЭ, куда в основном? В какие ВУЗы подают документы? В прошлом году, только пока по прошлому году можно рассуждать. Этот год еще не закончен, не закрыт у нас. В прошлом году у нас поступили дети в Институт имени Губкина. То есть это Москва, получается. В Тверской политехнический университет поступили. В Тверской государственный университет поступили дети. То есть это в Санкт-Петербург, в медицинскую, не помню, как дальше называется. То есть поступила девочка, она очень хотела, она очень была рада. Надо в Санкт-Петербург. Да, это из того, что я сейчас могу вспомнить, а так, конечно, есть и другие города. Время подходит, наша программа к концу. Ваши пожелания, советы детям, которые куда-то решили для себя поступать, на чем сфокусировать свое внимание. Ваши добрые слова, Вахадрис. Свое внимание сфокусировать на подготовке к экзаменам, конечно же, на поиске грамотного, хорошего педагога, который поможет детям сделать шаг в свое будущее. И, конечно же, не терять надежду. Бывают ситуации разные. Если что-то пошло не так, есть следующий год, есть колледж, есть выходы. После колледжа тоже можно получить заочное высшее образование. То есть самое главное не падать духом, а идти к своей мечте и воплотить ее в жизнь. Но, тем не менее, тяжело в учении, легко в бою. Это точно, да? Да. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, дали такие важные для нас советы. У нас в студии была основатель Центра подготовки ОГЭ и ЕГЭ Нина Баусова. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.